Общение прошло в режиме видеоконференции. На связи были не только заявители, но и губернаторы Южного федерального округа. На вопросы жителей Краснодарского края отвечал Вениамин Кондратьев и главы районов. Анна Ткаченко из Белореченска обратилась с просьбой заменить лифты в многоэтажки. По словам женщины, их дом на улице Таманской армии – самый большой в городе, в нём 14 подъездов. Почти в каждом лифт не меняли с момента постройки здания и уже подходит к концу срок эксплуатации. Вениамин Кондратьев рассказал, что эта проблема местным властям известна и решение уже найдено. В 2011 году 4 лифта, по моим данным, уже было заменено. В этом году планируется 6 лифтов на сумму 10,5 миллионов рублей. Они уже включены в бюджетное финансирование и в этом году до конца года эти 6 лифтов будут заменены. А 4, которые оставшиеся, мы продлили срок эксплуатации, позволяют их состояние до 2020 года. Анна Даниловна, вы слышали? Да, я слышу. Вот такой вариант устраивает жителей вашего дома? Устраивает? Устраивает. Ну тогда давайте вместе контролировать. Я уверен, что губернатор нас не подведёт, и все вот эти работы будут выполнены. Устроила ответы жительницу Ленинградского района Наталья Коломицкая. На приёме граждан узнала, что в этом году в их посёлке Октябрьском построят многофункциональную спортивную площадку. Расположится она больше, чем на 3000 квадратных метрах. Предусмотрены зоны для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. По словам девушки, этого события с нетерпением будет ждать весь посёлок. Занятие спортом – одно из самых любимых среди местных жителей. Но до этого приходилось собираться на необорудованной площадке. У нас много детей, которые занимаются, и также жители, которые занимаются. У нас стадион, и на нём всегда играют взрослые мужчины в футбол, всегда детворы много. Ну как бы стадион земляной. Ещё один вопрос прозвучал от жительницы Новороссийска. Женщина переживает за сохранность моста на улице Водной. Это единственный заезд к её дому. После стихии 2012 года опорные стенки моста были подмыты. Венимин Кондратьев рассказал, что эта проблема уже решается. От дома до Сухумского шоссе был сооружён коллектор. Также идут работы по берегу укреплению. Закончить их планируют во втором квартале этого года.